Кто такие смотрители и чем они на самом деле занимаются? 10 июня, 19 лет назад, наши новости провели опрос горожан. Он, наверное, смотрит за чем-то, раз он смотрит. Улицы там контролируют, чтобы все чистенько было, в порядке. Как что? Ну, обязан смотреть за порядком в городе, то есть, чтобы мусор вовремя убирался, вывозился за строениями зданий. Были ответы близкие к истине, хотя задачи главного городского смотрителя гораздо шире. Он выдает разрешение на разрытие котлованов в черте Саранска, контролирует свалки, а также рассматривает жалобы от граждан, которые вечно недовольны благоустройством. В этот день, в 2004-м, жителей Саранска пригласили в Японию. Фотографии, предметы быта и сувениры из страны восходящего солнца можно было увидеть на выставке. Их привез артист балета Алексей Любимов. А его мама, Валентина Маслова, собрала из них экспозицию. Здесь можно все как-то воочию посмотреть, как устроена жизнь в Японии, до какой степени густонаселенные города, как выглядят квартиры, как выглядит стол, ужин. Вот понимаете, потому что Япония, она загадочная, далекая, таинственная. А в 2006-м ветераны клубовых и дворовых команд сыграли в футбол с представителями органов госбезопасности из Москвы. Хозяева поля демонстрировали достойный отпор гостям, но все же победа в итоге досталась сотрудникам ФСБ. Матч завершился со счетом 2-1. Игра наша сегодня была построена тактически, мы считаем, правильно. Некоторые пробелы определенные, скажем так, есть. Есть цель совершенствоваться. А вот такие вот игры, мы считаем, что это очень хорошее подспорье для пропаганды здорового образа жизни. В 2011-м году Владимир Путин побывал в Атимаре. Там прошел форум сельхозпроизводителей, на котором аграрии пожаловались президенту на засуху 2010-го года и попросили поддержки. В тот приезд Путин озвучил перед хозяйственниками программу по развитию на ближайшие 10 лет. Динамичное развитие государства зависит прежде всего от граждан страны, от людей. От их инициативы, от стремления изменить жизнь в родном селе, поселке, в районе, в городе и в стране к лучшему. От качества и эффективности самого близкого к гражданам уровня власти, то есть от местного самоуправления. Именно с него, с этого уровня и начинается Россия. 2013 год стал знаковым для пахарей. Молодые земледельцы принимали участие в конкурсе «Лучший пахарь». В Учалковский район съехали студенты аграрии со всей России. На современных комбайнах, которые для конкурса предоставила Мордовия, многие ездили впервые. Мы обучаемся на старой технике, отечественное производство. Данных тракторов, агрегатов у нас не имеется. Не очень, так-то сложно, только непривычно. Больно много электроники. Ровно через год мы снова посещали тот же район. В селе Дубровское благодаря инициативе командира поискового отряда «Патриот» Григория Сурайкина установили поклонный крест. На этом самом месте когда-то стоял храм Николая Чудотворца, разрушенный в советское время. Поисковики под руководством Гриши провели раскопки. Нашли алтарную часть, тогда он и обратился к местному благочинному. Долгое время здесь прожил, буквально 13 лет. Потом переехали в райцентр Григория Слычалки, там жили. И что-то после посещения Снаксарского монастыря, там нам батюшка рассказывал, как его тоже восстанавливали, в свое время он был разрушен. И что-то вот задалась эта мысль в голове. Плюс отец тоже рассказывал, что здесь была в свое время церковь, ее разрушили. Ну вот из-за этого такой вот вывод подошел. Почему бы в родную деревню такое не сделать? Ну как раз поговорил с родителями, с церковью, все откликнулись. Это было последнее доброе дело Григория. В декабре 2014 года он погиб на Донбассе. Таким было 10 июня на 10 канале. Алена Маскалева, Наш Новость.